слава богу друзья слава иисусу христу нашему спасителя господу нашему ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся слава господа да сейчас буквально через пару минут планировалась уже трансляция вот 6 часов вечера привет всем с кривого рога вот с украины слава богу сегодня суббота день господний шаббат и уже завершение шаббата уже всего же последние минуты завершающегося этого святого дня вот у меня здесь догорают свечи да завтра проповедую я в одной из из евангельских церквей я здесь в кривом роге по приглашению у моих друзей по приглашению объединения церквей называется дом хлеба дом хлеба красивый название да мне очень нравится дом хлеба house of brand с таким названием церкви есть по всему миру вот прекрасное название дом хлеба и и конечно в первую очередь конечно хлеба сходящего с неба мы имеем ввиду хлеба духовного хлеб живой у нас один это сам господь наш спаситель иисус христос аллилуйя спасибо господу за все спасибо боже спасибо аллилуйя сегодня будем совершать причастие тоже вечером братья давайте приготовляемся вот приготовьте хлеб у меня вот хлеб есть остатки лаваша армянского мир вам иван легко пишет да рады еще мы снова в кривом роге да аллилуйя дякую дякую брат вот я да я эти дни в кривом роге готовлюсь к служению молюсь сегодня в таком покое в шаббате таком в шаломе вот и приготовляюсь к собранию завтра первый день недели да начинаем трудовую неделю с богослужения здесь в кривом роге проповедую вот и адрес я сейчас не помню там улица улица крапивницкого вот это адрес я поставил здесь уже на трансляции сейчас просто не могу проверить но там я уже в объявлениях уже дал и под этим видео по трансляции этой тоже я уже дал адрес дякую вам за вашу велику работу дякую вам брат дякую братья сестры дякую сегодня особенный день сегодня день покоя и в украине он такой всеукраинский день сегодня покоя значит потому что все вот эти последние месяцы особенно недели последние да они были насыщены предвыборной агитацией и вот было объявлено что этот день он шаббат будет такой покоя суббота покоя перед выборами потому что завтра воскресенье тридцать первое марта и девятнадцатого года и здесь в украине события такое важное это президентские выборы хотя для украины это не не так важно конечно как для многих других стран потому что в украине нет президентской формы правления поэтому выборы президента в принципе они мало что меняют это больше выборы как главнокомандующего получается потому что все таки львиную долю власти здесь огромную большую намного долю власти в украине имеют именно депутаты парламент верховная рада вот то есть парламентская президентская форма правления поэтому выбора президента они в принципе вот на такую крутое какое-то крутое изменение в политике на самом деле они не приносят хотя ментальность постсоветского человека она вот такая вера в царя батюшку доброго как бы и прочее но благоставляем завтрашние выборы я молюсь об этом молюсь как украинский священнослужитель я гражданин россии но я являюсь украинским священнослужителем вот и моя паства в основном здесь в украине вот и я не занимаюсь никакой агитацией значит я лишь об одном молю чтобы кого бы не выбрали граждане украины чтобы этот человек в руках бога пребывал и чтобы господь через него совершал свои деяния потому что здесь какой бы человек не был бы сейчас избран действительно сердце царя в руке бога а сердце президента ну тем более вообще и любого человека управления будем так говорить да человека власти любого человека власти сердца в руках господа бога живого и конечно как гражданин россии я переживаю за вот завтрашние тоже выборы в чем почему потому что во многом это повлияет на дальнейшее вот как раз я с города покров орджиникидзе днепропетровской области приятно чтобы снова в моем родном да иван легко слава богу да значит и в днепропетровской области частенько бывал я раньше сейчас уже редко дай нам боже мудрости заработай правильный выбор аминь 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 вот и в россии многие священнослужители я половину времени нахожусь в россии половину в украине вот и хотя в россии сейчас мое служение оно к сожалению нелегально так вот неофициально потому что к сожалению нет такой свободы совести наоборот притеснение верующих идет полным ходом и знаете ли многие пасторы священнослужители протестантские церкви с кем я общаюсь в россии они признаются что с надеждой смотрят на украину молятся в тайне открыто мало кто сейчас молится за украину в россии потому что ну власти это мягко говоря не приветствуют и лишь заинтересованы в раздоре между верующими сейчас но пасторы служители епиской по многим признаются что молятся благоставляют тайно хотя бы так один на один с богом благоставляют украину и многие верят действительно в россии служители священнослужители христиане что если украина сейчас выстоит как свободная страна как независимая страна то и у россии и у других стран бывшего безбожного вот этого атеистического советского союза будет шанс на огромную реформацию потому что с надеждой сегодня миллионы людей в разных странах бывшего СССР смотрят именно как раз на украину смотрят на киев смотрят на украину здесь это духовное пробуждение огромное духовное пробуждение оно знаете ли оно неизбежно должно прийти в другие страны бывшего союза бывшей российской империи слава господу вот и поэтому я молюсь за украину и молюсь сегодня такой в этот вечерний час молюсь о предстоящем собрании завтрашнем и молюсь за украину молюсь за киев молюсь за кривой рог молюсь за народ украины и за все народы проживающие здесь в украине во имя иисуса христа как в той песне поется я часто на молитве тоже вспоминаю эту песню и пою ее пред богом боже я молюсь за украину боже молю тебе за людей ты их просты ты их спасы и мы ли свою нам я вы боже я знаю что ты будешь с нами в храме своему под небесами радость и мир ты дару на життя за людей отдам в книгу життя нас записав в твоем слове живому ты для людей велиня гадам чтоб люди вси молились тому хто на хресті за нас вмира боже боже молюсь за боже молю тебе за людей ты их прости ты их спасы и мились свою нам яви боже я знаю что ты будешь с нами в храме своему и небесами радость и мир ты дару в життя за людей видав в книгу життя нас записав аллилуйя 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 святой великий бог благословен господь благословен ты царь вселенной всей благословен бог здесь в украине свершающий великие свои чудеса аллилуйя дверь открыл проповеди евангелия в украине если в одном месте открывать дверь это бог да может закрывать дверь это в другом я сообщение попозже почитаю потому что сейчас они здесь быстро появляются и быстро уходят наверх вот я здесь не могу так прочитать потому что ноутбук сейчас занят в работе вот так что вот спасибо господу за все да мне пастор геннадий дал ноутбук для работы на месяц работать на нем потому что в начале мая он прилетает вот да спасибо аллилуйя аллилуйя так что без труда вас бог написан не оставит да божьего благословения вам аллилуйя спасибо спасибо огромное благословляю вас и тоже я знаю да что господь он действительно ведет нас и порой вот двери одни закрываются но другие на самом деле открываются я в этом много раз убеждался вообще вот и благодарю бога кстати в 97 году я первый раз приехал в Украину и Украина стала моей второй родиной уже духовной где как священнослужитель реформатор обновленец я состоялся в 97 я приехал первый раз в Украину и тоже я приехал не от хорошей жизни просто опасаясь за жизнь свою и своей семьи потому что мои братья священнослужители московского патриархата русской православной церкви меня убивать хотели не раз и уголовников присылали бандитов все вот и уже серьезно взялись за меня так что даже там прокурор там он сказал мне что лучше вам уехать батюшка пока не раздражать эту систему говорит вы что будете судиться с русской православной церковью это огромная махина вам не осилить просто вот и даже бандиты которые должны были убивать меня они приехали и даже наоборот пожалели меня как бы и не убили даже материально помогли с переездом там и прочее вот то есть всякие были моменты и я думал что вот нет хорошей жизни я уезжаю в Украину вот но знаете ли потом буквально через там несколько месяцев уже пребывания здесь в Украине в конце девяносто седьмого года я уже богу славу воздавал даже за тех гонителей моих за их гонения за тех бандитов даже за тех батюшек бандитов в рясах с крестами по ноге ими на груди что благодаря их вот этим гонениям да значит я оказался в Украине которую я раньше не знал вообще для меня это была терра инкогнито земля неизвестная а сегодня это моя земля сегодня это земля где господь дал мне труд евангельский труд нести слово господне слово божие очень богу благодарен за все это поэтому знаете ли даже такие неприятные всевозможные происшествия в жизни происходящие да гонения там мало приятно честно говорят значит да но утешение увеличивается утешение и господь действительно открывает двери для служения слава господу да с кривого рога да сообщают я разослал кому кого знал значит кому знал сообщение о завтрашнем служении братья помогите пожалуйста если у вас есть там знакомые друзья в кривом роге то разошлите им тоже информацию на фейсбуке у меня там на основной странице наберите архиепископ Сергей Журавлев попадаете на страницу там у меня есть еще вторая третья страница дополнительные Сергей Журавлев и Сергей Журавлев но туда я не так часто могу заходить просто времени не хватает честно говоря вот но основная страница она так называется архиепископ Сергей Журавлев вот и там значит информацию я обновляю постоянно и уже завтра выставлю дополнительную информацию там даст Бог о служении здесь в кривом роге потому что завтра я проповедую здесь значит в одной из церквей вот какой-то квартал такой здесь такие названия интересные 190 какой-то там вот значит и в улице запомнил вот и потом в понедельник и вторник я служу в репцентрах в одном и во втором здесь репцентре в центре реабилитации и я так понимаю что не уточнял эти детали но понимаю что можно посетить эти собрания в репцентрах тоже и всем желающим особенно если кто-то проживает в кривом роге и допустим у родственников у друзей зависимость какая-то алкогольная наркотическая всякая зависимость не божья такая зависимость вот и и господь вот я верю он не только для реабилитантов приготовил слово я буду делиться словом следительством молиться буду за ребят значит и в понедельник и вторник в одном и во втором репцентре вот но и для гостей тоже я верю бог приготовил слово поэтому приглашайте вот а уже шалом Денис да здесь сообщение с нашей церкви от отца Максима да сейчас я постараюсь сейчас надо сообщение слава богу привет из кривого рога я сейчас в прямом эфире значит можете зайти сейчас как раз на мою страницу значит на этот на ютуб вот и там как раз прямая трансляция я сейчас в кривом роге и завтра буду здесь проповедовать в кривом роге да да вот отослалось такое голосовое сообщение вот слава богу потому что завтра значит отец Максим и наверное отец Виктор будут у нас в Киеве значит на Кловской служение вот а я еще и это воскресенье буду здесь и следующее воскресенье это будет седьмое уже число апреля я буду еще здесь в кривом роге то есть еще неделю буду здесь служить я вот и буду проводить семинар получается да и служение церковное собрание в субботу следующий следующий шаббат буду проводить здесь тоже служение и воскресенье следующее а потом возвращаясь к нам в Киев вот и киевляне если кто смотрит киевляне то уже в понедельник вечером планирую как раз у нас сделать на Киото там такое общение братское братско-сестринское приезжайте пожалуйста буду рад привет всем в прямом эфире аллилуйя слава богу так что от нашего отца Максима тоже привет всем сейчас с Киева вот и привет Алексею Ивановичу нашему благочинному отцу Алексею и всем-всем-всем братьям отцу Виктору при возможности тоже привет передавать он не часто в интернете к сожалению так вот и из наших священнослужителей значит не так не многие вот такие активные пользователи интернета а жаль много очень действительно здесь вот полезно можем донести мы до общественности до людей слава богу но сегодня этим вечером я совершаю причастие евхаристию хребопреломления молюсь за Украину молюсь о духовном пробуждении о продолжении этого значит духовного пробуждения еще больше и больше во имя Господа Иисуса Христа пусть Господь благословит всех вас дорогие друзья приветствую сейчас кто подключился уже кто подключается вот друзья кто 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 есть вообще моя семья подключилась надеюсь тоже уже супругу благословляю сейчас Инну Сергеевну благословляю наших детишек бог нам дал шестерых детей бог уже дал нам двух внуков внука и внучку вот слава богу спасибо за ваши проповеди в прямом эфире беларусь аллилуйя аллилуйя привет беларуси вот люблю беларусь очень часто молитвы вспоминаю хотя не хотя не часто бываю и в том году пообещал и так и не смог быть к сожалению надеюсь в этом уже буду все таки вот и в минске в гомеле конечно у наших братьев там вот ну и так по беларуси хочу проехаться вот а ведь молясь за беларусь вспоминаем часто золотой век беларуси да шестнадцатое столетие Миколая Радзивилла черного ну конечно франциско с карину значит братьев вспоминаем ту реформацию которая до сих пор считается временем золотым временем Литвы да Беларуси слава Господу пусть Бог благословит вас и пусть это духовное пробуждение но на самом деле по всем странам бывшего союза бывшей империи огромной российской распространяется и по всему лицу земли во имя Иисуса Христа сегодня утром молился за Израиль за Иерусалим при как раз утреннем шаббатном служении субботнем молитве вот и в завершение тоже хочу субботнего дня уже начало уже воскресного дня первого дня недели первого дня творения Божьего воспоминания вот по-русски мне очень нравится как называется воскресенье аллилуйя прекрасно как говорится не в бровь а в глаз именно воскресенье аллилуйя то есть день посвященный нашему Господу прекрасно вообще само название оно вдохновляющее уже такое знаете ли не просто надели там или как а именно воскресенье здорово вот даже в календарях Советского Союза бывшего да атеистического во времена там оголтелой этой советской пропаганды атеистической вот и воинствующего даже без божьих времен все равно но раз в неделю имя нашего Господа было прописано во всех календарях воскресенье хотя там хотели переименовывать но слава Богу не дошло до этого вот и так и осталось значит воскресенье наименование такое вот хотя большинство людей в Советском Союзе не знали кто воскрес зачем воскрес почему воскрес ойс но действительность это Христос воистину воскрес вот и завтрак раз тоже буду делиться вот этой благой вестью буду делиться Словом Божьим как раз именно об этом буду говорить так же вот буду свидетельствовать в Кривом Роге я уже не первый раз и вот сегодня молюсь в завершение субботнего дня начало уже воскресного дня решил даже свет не включать так же вот мне очень нравится так вот при свечах вот молиться благоставлять Бога благодарить вот вечерний час этот хотя вечерние трансляции я не часто включаю утром подключайтесь друзья в 6 утра по киевскому времени подключайтесь да и кто в Украине не забудьте что этой ночью переходим на летнее время да помните именно этой ночью по-моему в 3 часа что ли там переход времени на час вперед короче вот так что часы можно уже заранее переводить хотя сейчас обычно на гаджетах наших автоматически все там переводится как бы не надо даже париться по этому поводу не надо думать вот ну как бы но на всякий случай как говорится гаджету доверяй но проверяй все таки вот и пусть Господь благоставит вас да а здесь служение в 11 часов значит по киевскому времени вот а в 6 утра по киевскому времени я буду проводить утреннюю молитву трансляцию с утренней молитвы времени у нас предостаточно вот потому что за мной заедут часов 10 наверное думаю значит может чуть пораньше вот то есть с 6 утра время будет много у нас для трансляции для общения такого в интернете хочу поделиться завтра тоже словом Божьим значит и причастие также совершить вместе с вами но обычно с 6 до 7 вот это время как раз отвожу для вот таких утренних трансляций с утренних молитв слава богу благословен бог наш царь вселенной благословен бог наш всегда ныне пресна во веки веков аминь слава тебе vou слава тебе царю небесны утешителю дух истины ты что везде пребываешь и все собою наполняешь Сокровищница благ и жизнеподателю Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И ты спас благой души наши Святый Боже, святый крепкий Святый Бессмертный, хвала Тебе Святый Боже, святый крепкий Святый Бессмертный, хвала Тебе Святый Боже, святый крепкий Святый Бессмертный Вся слава и честь, хвала Тебе Наш Бог и Царь, Аллилуйя, Аллилуйя Денис, да, Максим, привет из города Киева Благоставляю Киевград, благоставляю Пусть на берегах Днепра славится имя Господа Иисуса Христа Привет всем святым нашей Киевской архипископии Слава Богу, молюсь сегодня за вас, друзья, братья, сестры Так что привет с Кривого Рога Привет с города Шафара Кривой Рог Мне уже не раз здесь здешние христиане говорили Что у них ассоциация их города всегда вот с кривым таким Рогом Ну, то бишь с Шафаром Шафаром Город Шафар, он на самом деле кривой И он огромный этот город, он очень вытянутый такой Вот, я однажды лишь из конца в конец этот город проехал На автомобиле Я помню эту поездку от самого выезда До самого выезда другого уже Так получилось Ну, это давно было, еще лет 20 назад Еще был жив пастор Валера Прускоряков И вместе с ним на его 21-й Волге Этой ласточки-красавицы Мы проехали весь город Кривой Рог Это было удивительно, незабываемая поездка Мы по дороге наобщались, наговорились обо всем вообще У нас служение было утреннее на одном конце города Именно на выезде прямо из города А другое служение было на выезде другом, прямо противоположном конце города Вот, так что Кривой Рог я запомнил тогда на всю жизнь Я слышал об этом, что он очень длинный, протяженный Но, вот, и прочувствовал сам И мы ехали, и молились, благоставляли Кривой Рог Я помню, слава Господу Да, это было 20 лет назад, даже чуть больше получается Да, 98-й, 99-й как раз год 98-й, думаю даже Вот, и благоставляли, молились за Кривой Рог Так что и сегодня благоставляю всех вас, друзья Во имя Господа Иисуса Христа Благоставляю всех друзей церковной реформации Благоставляю во имя Господне И сегодня давайте совершим тоже причастие Вечером Евхаристию, Хлевопреломление Вот, и поблагодарим Бога за все, за все, за все Вот, общецерковное такое причастие Я думаю, будет у нас еще и вот следующие субботы и воскресенья Потому что обычно в практике протестантских церквей Первое воскресенье, первая суббота, первое воскресенье Первые выходные совершается общецерковное такое причастие Евхаристия Я не знаю, не уточнял, но я думаю, что здесь тоже такая же практика Я думаю, в этой церкви как раз существует Слава Богу Вот, и благоставляю всех вас И сегодня благодарю Бога за кровь святую За тело Господне Тело Иисуса Христа Возьмите себе хлебушка Отломите себе хлебушка У меня здесь лаваш армянский есть Вот я его использую как раз в эти дни Вот, вчера, сегодня Вот, и есть сок Налейте себе соком Возьмите себе хлеба Вот, и Если нет сока, то просто налейте себе воды даже Я обычно так вот рекомендую Налейте себе просто воды Вот, и Потому что причастие самое главное Основное Это наше рассуждение О теле крови Господа Иисуса Христа Не качество вина или хлеба Определяет наше причастие А именно качество нашей веры Нашего рассуждения О теле крови Господа нашего Иисуса Христа И размышляя о теле крови Иисуса Я сегодняшним вечером В завершение субботы Уже ушла суббота, да Как написано в Библии Был вечер и было утро Уже день, уже первый уже Да Воспоминания первого дня творения Был вечер Вот наступил вечер Наступил первый день недели В библейском исчислении В гражданском исчислении Седьмой день воскресенья В церковном, православном И вообще в библейском исчислении Это первый день недели Вот и Он имеет в русском языке Прекраснейшее наименование Воскресенье Воскресенье Это прекрасно вообще Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Спасибо тебе Царь Вселенной И действительно В первый день творения Божия Мы воспоминаем И чудо святого воскресенья Новое творение Во Христе И Иисусе Господе Нашем Благодарю тебя Господь Святой Благодарю тебя За то что Ни золотом Или серебром Никакими драгоценностями Этого мира Невозможно было бы Искупление Но драгоценной кровью Христа Чистого и непорочного Агнца Спасены мы Избавлены Я спасен Благодаря Телу Иисуса Христа Ломимому За меня На Голговском кресте Я спасен Благодаря Крови Пролитой На Голговском кресте Крови Иисуса Христа И я Исповедую Этот символ веры Который Исповедуют Уже Верующие Два тысячелетия Тот символ веры Который Провозглашали Первые ученики Как записано В деяниях Апостольских В деяниях Духа Святаго Ни в ком Ином нет спасения Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым Надлежало бы Нам спастись Которым Спасены мы Которым Спасаемся Слава Иисусу Христу На веке Слава Богу Святому Аминь Рассуждаем О теле крови Господа Иисуса Друзья И рассуждаем Таким образом Что Действительно Я спасен Кровью Иисуса Христа Я Исцелен Я Благоставлен Всеми благословениями Небес Через кровь Божественную Иисуса Христа Аминь Тело Христово Примите Братья и Сестры Источника Бессмертного Вкусите Аминь 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 Спасибо Господь Спасибо 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 Господь За чудо Спасения Чудо Жизни Вечной Чудо Крови Божественной Иисуса Христа Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя За Голгофу И за кровь Благодарю Тебя За святое Искупление Это Наше За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Аллилуйя Аллилуйя Благодарю Тебя Отец Мой Бог Мой Царь Мой Творец Неба и земли Иегова Бог Абрахама Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Господь Мой Брат Мой Царь Мой Друг Мой Искупитель Мой Живой Благодарю 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 О Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель Утешитель Мой Утешитель За все Я благодарю Я Тебя Господь Люблю Я Тебя Мой Бог Люблю И за все Благодарю За жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Аллилуйя Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Иисус Благодарю О Дух Святой За все Я благодарю Я Тебя Господь Люблю Я Тебя Я Тебя Мой Бог Люблю И за все За все За все Благодарю Благодарю Элхайм За жизнь За жизнь Всего мира Ты отдал Свою жизнь Кровь Иисуса Христа Агнца Божьего Омыла Меня Искупила Меня Исцелила Меня Кровь Кровь Христа Кровь Христа Омыла Меня Кровь Христа Воспеваю Я Кровь Христа Исцелила Меня Алилуйя Алилуйя Аминь Аминь, аминь, аминь Аминь Благодарю Тебя, Господи Божий наш Благодарю Тебя, Святой мой Бог и Царь За дар вечной жизни За Иисуса Христа Праведника, Агнца Твоего Моего Господа и Спасителя За кровь святую Благодарю Тебя за жертву Голговскую Благодарю Тебя И благоставляю великое имя Твое, Господь Слава Тебе Аминь, аминь, аминь Братья и сестры А всех причастников, причастниц поздравляю С причащением святых Христовых тайн Тела и крови Господа Иисуса Благоставляю всех вас Во имя Господне Благоставляю И в 6 утра Утром подключайтесь Совершим тоже причастие И в Харистию Поразмышляем Почитаем Слово Помолимся вместе Аллилуйя Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь, аминь Аллилуйя Спасибо Господь Спасибо Спасибо Из Кривого Рога Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир Всем вам И благодать Да умножится В познании Господа нашего Искупителя Иисуса Христа Утром подключайтесь Дамы и господа Поразмышляем вместе И даст Бог Получится Сделаю трансляцию Если технически не получится То тогда уже в записи Уже тогда потом выставлю Завтрашнее служение Так что до встречи Привет всем святым Радоваться И еще говорю Радоваться Где бы вы ни находились В какой бы стране В ваших собраниях Передавайте нам приветы От православных реформаторов Обновленцев Слава Господу Пусть Бог благословит вас всех Дорогие друзья Аллилуйя За Голгофу За кровь Я тебя благословит